Я здесь говорил, у нас здесь присутствует несколько моих коллег, профессиональных журналистов. И мы вспомнили, что в 1997 году мы создавали Всеукраинскую Эколо-Журналистскую Ассоциацию. Основатель Валерий Казак, к сожалению, покойный, да, Вежа. И мне кажется, что очень важно сейчас этот компонент учитывать, потому что вот я был кандидатом сейчас на выборах, это кошмар. С народом никто не работает, народу никто ничего не разъясняет, понимаете. Люди вообще ничего абсолютно... И видно, что они... В принципе, люди восприимчивы, им надо рассказывать, объяснять постоянно. И нужно уметь это делать. И поэтому очень важно вот этот вот компонент экологической журналистики. Мне кажется, что было бы, я не знаю, как здесь это, но это тоже политика экологическая. Именно объединить журналистов и профессиональных, и непрофессиональных. И какая-то должна быть обмен опытом, там, какая-то система, которая была вот когда мы закладывали Всеукраинскую Эколо-Журналистскую Ассоциацию. Ну да, возможно бы эту ассоциацию и инициировать опять общественность и как-то возродить ее деятельность. Я добавить тоже к тому, что сказал Володя, мы часто сталкиваемся, встречаясь с журналистами, когда идет там работа со СМИ, как работать со СМИ, семинары, там, круглые столы и так далее. Но при этом именно активисты экологического движения часто сталкиваются с тем, что сами журналисты с точки зрения экологической компетентности и информированности довольно на низком уровне находятся. И это проблема. То есть нет профессиональных журналистов, которые бы работали именно в этой области, профессионально работали, были компетентны. И к экологическому образованию та же проблема. Вот на мой взгляд, да, действительно, внешкольное образование и воспитание, которое внешкольные учреждения проводят, державные системы образования, они как-то, на мой взгляд, больше вклад вносят, чем сама школа. Но при этом, если посмотреть, что делают общественные организации, работая с детьми и в области воспитания и экообразования, то их эффективность и результативность оказываются значительно выше. Опять же, на местном уровне, не говорю уже на региональной, национальной, деятельность общественных организаций, которые работают именно с детьми, ну, не обязательно даже в экообразовании, а именно с детьми в дополнительном и внешкольном образовании, воспитании детей, оно никак не поддерживается. Это только поддерживается общественными движениями, энтузиастами, которые понимают, что этим надо заниматься, без этого мы просто никуда дальше не двинемся. Я хочу сейчас обратить внимание всех на выступление, которое было Антониной Галкиной. Антонина Галкина. В чем заключалось ее выступление? В том, что мы, громадские, должны объединиться в том, чтобы объединяться в обсуждении вопросов, вопросов экологии. И это объединение, в смысле методология этого дела заключается в том, что для этого не нужно средств больших. Для этого мы должны работать в интернет-режиме, в электронном режиме. У меня была такая идея фикс все последние 5 лет или 10 по поводу создания электронного парламента в Украине. То есть, зачем нам столько денег тратить на тех, которые будут сидеть сейчас и требуют сидения, которые нам практически не нужно, мы будем деньги платить за это, да? Вместо того, чтобы вырабатывать нужные нам решения, положения, тем более, что мы должны это вырабатывать. И мы можем это вырабатывать. Давно уже. И кроме того, по экологическому образованию. Я хочу сказать, что нам надо проводить экологическое образование не детей, а управленческой структурой. Вот то, о чем говорила Наташа, да? Вот что цивилизация разума, или эволюция разума. Вот то, к чему идет наш разум, куда он ведет, да? Мы должны это дело понять самим, да, куда мы идем. И направить свое движение, свое понимание и на управленческие наши структуры. То есть, поработать самим собой и еще и потребовать что-то от наших вот этих вот управляющих систем. Но мы должны объединиться в своем мышлении, да? И это объединение возможно в электронном режиме. И для этого нет необходимости вот делать выездные заседания, как говорила Лариса, по-моему, да, с Одессой. Я попросу, что потребно эту пропозицию вносите вот сюда. В принципе, да, что необходимо разрабатывать электронный вид спинкувания. Обязательно. Продолжение следует...